В Чубаксарах состоялся финал республиканского конкурса учителей чувашского языка. Как он проходил и с какими заданиями справлялись педагоги в нашем сюжете. Наглядно о сочетании букв в чувашском языке, их написании и произношении. Так усвоить материал гораздо легче. В соседнем кабинете интерактивный урок на военную тему. Десять педагогов из Чувашии и Татарстана. У каждого свой подход и взгляд на обучение. Поняла, как учитель. Если родители будут разговаривать в семье на чувашском языке, нам, учителям, будет легче работать с такими детьми. Конкурс учителей чувашского языка проводится уже 11-й год подряд. Но в этом году условия изменились. Педагоги впервые проводят уроки с детьми в чужой школе. Первой стала 47-я Чубаксарская. Нравственно урок в Чувашии, его и самому изучать. Потому что просто урок нравится. Учительница добрая, хорошо объясняет, все понятно. Учитель родного языка не просто дает знания, он выполняет важную миссию. Народ не может быть без языка, без культуры. И вот именно каким образом будут развиваться традиции, культура народа зависит от того, каким образом мы прививаем эту культуру, традиции, язык нашим детям. И большая роль в этом ложится на плечи наших уважаемых учителей чувашского языка и литературы. Лучшим учителем чувашского языка стал Александр Степанов из 40-го Чебаксарской школы. Он будет представлять республику на всероссийском мастер-классе учителей родных языков. Опыт участия у педагога уже есть. В 2012 году этот конкурс он уже выигрывал. Татьяна Леонтьева, Мальвина Петрова, Андрей Спиридонов, Республика.